И всем привет, ребят! С вами Старвайк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посовещен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мы продолжаем одну очень интересную тему, которая зацепила многих и заинтересовала в своей информации. Видеоролик, который набрал за последнее время довольно хорошую активность, связанную с продажей нашей замечательной игры. И сегодня мы продолжим эту тему, потому что у нас есть очень интересная информация. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаутике устанавливайте мы лишний тег-тег-тепе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Если честно, после выхода того самого видоса у меня изначально не было никакой информации. Но спустя буквально несколько дней мы узнаем о том, что наша игра по факту была уже продана. И была она продана буквально несколько месяцев назад. Исходя из той информации, которую я нарыл, а получилось это все очень и очень случайно. С 24 мая 2023 года в нашей игре появился новый руководитель. По сути это компания Alternative Game, да, та самая компания, которая владеет нашей замечательной игрой. И два месяца назад у нашей игры появился новый руководитель. По факту игра была, можно так сказать, продана. Я начал копать дальше. Я хотел найти информацию, с чем связан вообще этот человек. И, быть может, нашел бы какие-нибудь дополнительные ауты на какие-то компании. Либо, может быть, связи с какими-то другими играми. Но, к сожалению, никакой дополнительной здесь информации в этом плане я не нашел. По факту у нас есть только лишь новый руководитель. И, в моем понимании, это как раз-таки новое приобретение, да. И уже есть, ну как минимум, новый начальник у нашей игры. Спустя довольно длительный период времени, до этого у нас данную должность занимал Жарков, да. Если вдруг кто знает. Ну и вот, для меня лично, эта новость стала очень и очень неожиданной, да. С чем это все дело связано, да. И, на самом ли деле, это продажа, либо же просто передача, так сказать, там, руководителя. Непонятно. Но, быть может, уже в ближайшее время нас ждут какие-то очень-очень интересные изменения. К слову, о тех как раз-таки изменениях в соглашениях сказали, что эта информация была изменена уже раньше. Но она все равно не отменяет того факта, что игра может поменяться в своем ключе. И, если это реально новый, можно так сказать, руководитель, и игра была продана, то, быть может, уже в ближайшем будущем у нас какие-то произойдут изменения, о которых никто еще и даже предположить не мог. Но это все лишь пища для размышления и факт того, что в нашей игре поменялся руководитель. И у меня лично остается большое количество вопросов и загадок в голове, да. И, как бы это странно ни звучало, почему-то на сегодняшний день хотелось бы видеть какие-то изменения в этом ключе. Потому что постоянные DDoS-атаки и, ну, будем откровенны, невозможность их полноценного решения, да, заставляют задуматься очень сильно. Поэтому, быть может, в этом плане пойдут изменения, появятся более жесткие люди и, возможно, наша игра пойдет по совсем другому сценарию. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы, что танки уже два месяца назад были проданы, либо же это просто какая-то смена руководителя, хотя в моем понимании руководители просто так не меняются. То есть, ну, как это мог просто взять и руководитель поменяться? По сути, это была продажа компании, да. Поэтому пишите, что вы думаете. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился, если подобного рода информация вам зашла. Ну и также пишите в комментариях все свои мысли по этому поводу. Будет очень интересно почитать. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.